Все, теперь все в порядке. Отлично. Спасибо большое. Да. Итак, коллеги, действительно, конкуренция усиливается. Конкуренция усиливается, и что это значит? Ну, вы знаете все, что до 2014 года мы жили на рынке, на котором, если говорить применительно к FMCG бизнесу, рос основной параметр, параметр спроса. Увеличивались реальные располагаемые доходы, и, соответственно, наши покупатели могли больше тратить в магазинах. И на этом этапе основными драйверами успеха были довольно базовые параметры. Это дистрибуция, ассортимент у полки, это представленность, доля на полке. Ну, в общем, такие, с точки зрения FMCG, довольно понятные, скажем, фундаменты, фундамент любого результата. Но в 2014-2015 годах произошел некий слом рынка. То есть, в результате того экономического кризиса, с которым мы столкнулись, вы видите на этом слайде, вот слева показаны темпы роста в реальном и в денежном выражении до 2014 года, а в середине 2015-2017 годы. То есть, вы видите, что спрос резко упал. И, конечно, в этой ситуации многие производители и ритейлеры были в ситуации, когда необходимо было выживать и каким-то образом, опять же, показывать результаты, достигать тех результатов, которые были записаны в целях компаний. И в России сформировалась так называемая промо-спираль. То есть, те, кто работает плотно с FMCG рынком, знают, что в сетях сегодня в основных категориях уже больше 60% продается на промо. Но мы все понимаем, что промо это такой массовый продукт, вот давайте всем дадим скидку и все придут и купят больше. Да, все здорово, но только придут и купят больше за счет чего? За счет того, что либо они через месяц к вам не придут, либо за счет того, что они пойдут не к конкуренту, а к вам. А в следующем месяце конкурент сделает скидку, ну, они к конкуренту пойдут. То есть, на рынке, когда не растет спрос, конечно, промо-цена это действенный инструмент, но в очень краткосрочной перспективе. Поэтому, так как в будущем, по крайней мере, в следующие пять лет, если, надеемся, не будет никаких других внешних шоков, то мы ожидаем, что спрос в стране будет расти такими однозначными темпами роста, близкими к стагнации в районе 1-4%. Соответственно, имея такую ситуацию на рынке, я перескочил, извиняюсь, да, имея такую ситуацию на рынке, рынок заставляет нас менять подходы. Менять подходы в каком смысле? Ну, то, что мы видим сегодня, это то, что уровень принятия решения и уровень, на котором компании действуют, он становится гораздо более гранулярным. Если раньше, например, если говорить о производителях FMCG-товаров, основным уровнем, на котором принималось решение, были страна, в лучшем случае регион какой-то. То есть, если есть ассортимент, то этот ассортимент национальный, есть масс-лист, который дистрибутируется на всей территории страны, и за редким исключением этот ассортимент, если это национальный игрок, национальный производитель, адаптируется под отдельные регионы. Но сегодняшняя ситуация, естественно, заставляет действовать и думать иначе, а именно уходить на управление своими продажами на гораздо более гранулярный уровень, на уровень уже микрорегионов, это, например, регионов в городе, а для кого-то из производителей это и просто, например, регион, край, область. Это уровень магазина и это уровень покупателя. Когда вы говорите о стратегии на национальном уровне, это прежде всего вопрос распределения ресурсов и инвестиций, куда инвестировать, что инвестировать. Когда вы уходите на микрорегионы, у вас уже есть возможность гораздо более эффективно использовать свои ресурсы и распределять, например, усилия сейлс-команд, делать правильный геотаргетинг рекламы. То, что сегодня развивается в диджитал-сфере, точно так же поддерживает этот тренд, тренд возможности управления результатами на очень гранулярном уровне. Когда вы уходите на уровень магазина, когда вы понимаете конкретно, в каких магазинах какие действия нужно совершать, это позволяет гораздо более эффективно управлять ресурсами мерчендайзинга и побеждать у полки. Ну, а когда мы говорим о покупателе, уже о самом гранулярном уровне, на который точно так же многие компании, особенно в и-коммерс-сфере, сегодня уже ушли и уходят, это возможность персонализации вашего предложения для конкретного покупателя. То есть, весь этот набор инструментов, конечно, предоставляет колоссальные возможности для развития бизнеса, для управления результатами. Но, опять же, мы понимаем, что многие игроки сегодня находятся, я бы сказал, где-то переходят от страны к микро, от страны и регионов к микрорегионам. И, ну, мы как компания стараемся тоже форсировать эти события, помогать рынку развиваться, в том числе выводим на рынок наши решения. Я сегодня хотел бы коротко остановиться, я здесь буду, конечно, открыт к вашим вопросам, показать вам несколько примеров, каким образом мы используем возможности геоаналитики. И здесь хотелось бы тоже, чтобы это, ну, не только, как бы там, презентация была с точки зрения поделиться опытом, но точно так же, если вы видите возможности, скажем, сотрудничества в этой сфере, мы тоже открыты к этому, потому что мы прежде всего занимаемся сбором, структурированием, анализом данных. Значит, что мы делаем? Ну, первое, мы начинаем активно уходить в то, чтобы помогать нашим клиентам управлять их кипяями на гранулярном уровне. Покажу несколько примеров из тех, скажем, простых вещей, которые мы сегодня делаем. Это так называемые микрорегионы, как перейти от стратегии даже в Москве, к стратегии в районе Марьино, например, или, как сегодня говорили, в Куркино, у нас там отличался по показателю доходов. Это первый уровень. Второй уровень это поиск так называемых золотых магазинов. Дело в том, что это многие наши кейсы показывают, что для любого производителя, когда ваши товары дистрибутируются в тысячах точках, ну, наивно полагать, что у вас во всех точках все хорошо. Обязательно найдется тот сегмент конкретных магазинов, который по ряду параметров и района расположения, и потенциала спроса, и уровня продаж категории, и доли производителя. Обязательно, если на нем сфокусироваться, принесет вам заметный результат на там уровне района, страны, поможет повысить вам продажи и долю. То же самое, поиск золотых магазинов. Промо. Как я сказал, промо – это большая тема, и если до недавнего времени основной вопрос, на который участники рынка стремились ответить, это «А на сколько нужно дать скидку? А какую цену нужно поставить на свой товар?», то сегодня мы уже начинаем работать в сфере «А каким образом конкретная промо позволяет переключать спрос из одного магазина в другой?» То есть, когда я ращу свои продажи в результате промо в конкретном магазине, эти продажи приходят от конкурентов или от моих же продаж, но в другом магазине. Это, опять же, те возможности, которые предоставляет геоаналитика. Ну и эффективность онлайн-рекламы. Как вы все знаете, онлайн-реклама сейчас активно развивается именно в аспекте геотаргетинга, и когда мы делаем какое-то целевое рекламное сообщение на заданной географии, всегда хочется понять, а это принесло результат на продаже или нет. Это тоже тот набор решений, которые мы сегодня развиваем. Ну и в качестве, скажем, такой небольшой полезной информации, может быть, кому-то пригодится, это пример из одного из наших решений, но здесь, к сожалению, цветопередача пострадала при проекции, но здесь в центре видно Москва, и видно, что чем ближе к Москве, тем хуже продаются горячие напитки. Казалось бы, so what, что из этого, но для производителей горячих напитков это может быть очень мощный инсайт о том, что в Москве, и опять же, нужно анализировать, куда уходит этот спрос, но в Москве происходит переключение спроса на другие категории, на воду, на переключение в сферу хорики и тому подобное. Вот здесь уже цветопередача не пострадала. Детское питание, опять же, если смотреть на территорию всей страны, то есть определенные там большие тренды, которые есть, детское питание развивается, растет пенетрация и так далее, но если посмотреть на отдельные районы, то можно обнаружить, что, например, в Сибирском федеральном округе у нас есть два заметно выделяющихся района, это Свердловская область и Новосибирская, которые в среднем по потреблению детского питания находятся на гораздо более высоком уровне по объему продаж в целом. Москва, да, опять же, когда мы говорим о геоаналитике, уже недостаточно смотреть просто на Москву. Если вы что-то продаете в Москве, знайте, что Марьино это район с самыми высокими продажами в данном случае всех FMCG категорий. Это один из самых густонаселенных районов, поэтому если вдруг вы выводите товар на рынок и планируете строить дистрибуцию, знайте, что с Марьино нужно начинать. И последнее, что называется, но не по важности, уж не знаю, есть ли корреляция, есть ли зависимость между этими двумя факторами. Корреляция есть, зависимость не уверен, но на востоке Москвы почему-то продажи молочных категорий у нас растут темпами ниже, чем на западе Москвы. Тоже простой инсайт, но который может пролить свет на многие, скажем, результаты, которые, если вы, например, работаете на молочном рынке, вы можете увидеть. Как правило, на сегодняшний день производители, ритейлеры оперируют географией Москвы, например. В Москве мы знаем, что молочные продукты, например, растут в продажах. Но если заглянуть внутрь, вы видите, что, конечно, разница географически колоссальная между востоком и западом. Коллеги, это, конечно, такая маленькая верхушка айсберга, которую можно рассказать буквально за 15 минут. Повторюсь еще раз, мы, Нильсон, как компания, наш основной фокус это сбор структурирования и анализ данных. И поэтому мы стремимся идти в ногу со временем использовать геоинформационные системы, чтобы помогать нашим клиентам. Поэтому буду открыт к вашим вопросам и в будущем к вашим предложениям о сотрудничестве, если такие есть. Спасибо. Спасибо. Если вопросы, тогда, пожалуй, вопрос задам я. Константин, а можете поскать, вот ваши компании, в первую очередь, это консалтинговая компания, а предполагаете ли вы встраивать ваши данные, ну, допустим, передавать их нашим клиентам, чтобы они могли собственными силами выполнить какой-то анализ? Нет, однозначно ответ да, мы здесь работаем в двух, в трех плоскостях. Есть данные, есть инструменты анализа и есть, ну, есть экспертиза, инструменты анализа и экспертиза. Мы понимаем, что в первых двух блоках мы сильны, это наш основной бизнес. Да, а дальше, соответственно, вопрос, каким образом мы можем помочь нашим клиентам, если клиенты используют геоинформационные системы, то на том уровне, на котором мы можем ими делиться, мы помогаем им строить эту информацию в их бизнес-инсайдс решения. Спасибо огромное. И появился сразу вопрос. Так, давайте. Скажите, пожалуйста, а как вы решаете вопрос конфиденциальности данных по розничным торговым точкам и на каком уровне гранулярности вообще в принципе возможно делать аналитику? Да. В ваших примерах это очень крупное территориальное образование. Хотелось бы понять, можно ли более детально. Да, безусловно, если брать Свердловскую область, понятно, что это слишком большое территориальное, большая территория, но вот в Москве мы уже уходим глубже. Значит, очень прямо отвечаю на вопрос. Да, безусловно, на уровне точек мы информацию не раскрываем в силу вопросов конфиденциальности, которые у нас присутствуют в договорах с ритейлерами, и мы очень трепетно относимся к этому вопросу. Но существуют определенные уровни, на которых мы можем делиться информацией. Ну, например, каждый раз, когда делаю такое географическое исследование, мы прогоняем feasibility study, так называемые, то есть смотрим, где мы можем репортировать данные, не раскрывая данные отдельных ритейлеров или отдельных магазинов. Соответственно, в зависимости от типа исследований, уровень грануляции может быть разный. Ну, как видите, по Москве районы сделать не проблема. В некоторых исследованиях мы уходили даже глубже на отдельные агрегации, ну, как правильно назвать, микрорайонов, наверное, да. Поэтому вот на такой уровень сегодня мы можем уходить. В будущем, надеюсь, это будет еще глубже. Спасибо огромное. Спасибо.